Всем добрый день! Меня зовут Татьяна. Сказать, что я вся без изъяна, солгу. Я как и все. И потому я о себе лишь только правду расскажу. Но так вот сложилось, что тягость ко всему тому, что можно себя подарить, отдать, и то, что можно получать большое общение и учиться у других, наверное, и сделали свое дело. Я стала сама учительницей. Когда нам дают детей, они все разные. И мы, учителя вот именно в начальной школе, наша задача, чтобы мы из этого пластилина, который отдельно разноцветный, у каждого свой оттенок, у каждого своя структура. И, ну, как пластилина, бывает мягкий, да, и легко лепится, а бывает такой, что еще разогреть надо, чтобы лепилось. И наша задача слепить вот единое целое коллектив, чтобы дети были дружные, чтобы они были друг за другом, помогали. В первом классе мы стараемся детей, как я говорю, посадить, чтобы они понимали организацию учебного процесса, чтобы они сдружились друг с другом. Хотя я не говорю о том, что мы уже коллектив создаем. Коллектив создать – дело сложно. Но чтобы они подружились и познакомились друг с другом, для этого мы делаем, проводим большое количество мероприятий и экскурсии у нас, и всевозможные конкурсы, где ребята выступают, показывают себя. Поэтому приходится, ну, скажем так, поработать. Поработать в первом классе больше, наверное, не как учитель, а как классный руководитель. У каждой мамы есть один ребенок, а у нас их приходит сразу больше тридцати. И каждый в тебе видит маму, каждый в тебе видит, знаете, защитницу, и каждый в тебе видит человека, который готов протянуть руку помощи. И действительно, я горжусь тем, что у меня каждый мой выпуск, я это говорила, повторяю, что они действительно дети очень-очень хорошие. Плохих детей не бывает. Они мне рассказывают, ну, очень доверчивые и рассказывают очень-очень многое. Мне это настолько приятно, потому что я понимаю, что вот это доверие, вот эта нить доверия, она не порвалась, как вот та пуповина. Знаете, когда ребенок родился и обрезают пуповину, а здесь вот эта нить доверия, она сохранена. Она запомнилась мне очень требовательно, но при этом доброй, заботливой, всегда нас беспокоилась, как вторая мама. Она очень добрая, ответственная, она прям, ну, доводит каждое дело до конца, не оставляет на полпути. 2023 год объявлено президентом годом педагога и наставника, и поэтому на нас сейчас лежит большая ответственность. Мы находимся под пристальным вниманием, и я хотела бы всем педагогам, которые работают в школе, в детских садах, всем, кто воспитывает детей, пожелать крепкого здоровья, творческих побед, успехов, замечательных воспитанников, благодарных родителей, чтобы единое целое всегда состояло из того, что мы делаем нашим общим делом.